Четырехлетняя Юлия Токмакова с виду обычный ребенок. Девочка, как и все ее сверстницы, обожает играть в куклы, рисовать, смотреть мультфильмы и гулять со своей старшей сестрой. В догонялки играем, в прятки, вот, в жмурки, высунки от земли. Юля – второй ребенок в семье Токмаковых. Родилась в положенный срок и в первые месяцы жизни ничего не предвещала о тяжелом заболевании малышки. Лишь два года назад в Москве Юле поставили редкий для ребенка диагноз – цирроз печени вследствие наследственной тирозинемии. И вот в январе 2015 года мы первый раз попали после новогодних праздников в НСЗД, научный центр здоровья ребенка. Там сдали анализ, вот, дорогой анализ. Мы его не дождали, результата анализа в Москве нас отпустили домой. И вот как раз на июле, на день рождения, на годик, 8 января, нам позвонили и сказали, что для анализ подтвердился. И все, и началось. Для того, чтобы девочка чувствовала себя хорошо и жила полной жизнью, ей необходимо принимать ежедневно дорогостоящий препарат. Пяти миллиграммовой баночки хватает на 17 дней. Стоимость лекарства – порядка 550 тысяч рублей. Это ежемесячно, и ребенок растет, вес у нее увеличивается, соответственно, и потребность будет больше. Это сейчас миллион рублей в месяц, пока она весит 22 килограмма. А когда у нее будет 40 килограмм, это уже будет 4 миллиона в месяц. В прошлом году Департамент здравоохранения Орловской области регулярно закупал для Юлии препарат. В этом году с поставками возникли проблемы. Девочка на три месяца осталась без лекарства. Любовь со слезами на глазах вспоминает те дни, когда ее дочь была на пороге жизни и смерти. У Юли было очень тяжелое состояние. Она не вставала, ничего не ела. И я просто у девчонок, у которых тоже дети с таким заболеванием, из Ульяновска, вот из Питера девочки. Я у них долго брала лекарства, чтобы спасти ребенка. Проблему поставки жизненно необходимого для девочки лекарства обсудили на аппаратном совещании в областной администрации. Девочка у нас получатель этого лекарственного препарата, да, Юлия Токмакова из Ливина, да, и в прошлом году она, несмотря на все сложности, свое лечение получала, да, вот сейчас мы тоже сделаем все усилия для того, чтобы продолжилось это лечение. Я думаю, что в ближайшую закупку там были технические проблемы, не по нашей вине, связанные с тем, что поставщики отказались поставлять нам этот препарат. В ближайшее время по окончанию аукциона Юлия Токмакова получит препарат. Сейчас лекарство осталось меньше, чем на неделю, признается мама, Любовь Токмакова. Они надеются на вашу помощь. Для этого необходимо зайти на сайт благотворительного фонда «Жизнь как чудо» или перевести денежные средства. Реквизиты вы видите сейчас на экране. Наталья Чунина, Павел Джумабаев, телеканал «Первый областной».